По поводу счастья в трёх измерениях. Кто-то говорит, что счастье – это некая цель, которую, когда ты достигнешь, то ты приобретёшь это переживание счастья. И можно представить это так. Стоит такой столб у дороги, на нём указатель, стрелка такая, туда направлено, и не написано «счастье». То есть, где-то там есть счастье, и это где-то там далеко-далеко недостижимое. Ну, то есть, счастье как цель кто-то видит в жизни своей. Есть другой вариант. Кто-то видит счастье как процесс. Он говорит, ну, вот туда куда-то идти, но есть же вот этот отрезок пути, а что здесь, разве мы не можем быть счастливы? И кто-то приходит во время вот этого пути, он говорит, так важна не цель, важен процесс. Пока ты идёшь вот от этого столба, на котором указатель, до той точки, вот в этом процессе, ты перемещаясь, 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 ты делаешь какие-то действия, и в ходе этих действий ты начинаешь понимать, что ты достигаешь счастья. Вот именно в действии. Сделал действие счастья, прошёл там сколько-то километров счастья, так, к твоему пути подходит уже, да? Ну, примерно, да. Не, ну, цель ещё там не достигнута, то есть, там ты узнаешь, счастье это не счастье. Ну, вот процесс уже понятно, да? Да. А есть ещё третье состояние, ну, вот к себе применимо, да? Там я отправлялся, когда в путешествие, я думал, вау, я совершу это путешествие, я приду к финишу, и когда я приду к финишу, я буду такой счастливый, ведь я это совершил. То есть, изначально моё понимание счастья было именно вот такое, что счастье это как цель. А дальше, когда я двинулся по пути, и со мной стали происходить какие-то ситуации, встречи с людьми, какие-то осознания мои, я перешёл к другому пониманию счастья. Я сказал, вау, так счастье это не там, когда я к финишу дойду, а вот здесь это процесс, 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 процесс. Важно делать какие-то действия. Такая установка была. Важно какие-то, чтобы происходили действия. И только когда я дошёл до финиша, и когда я оказался там, куда указывала на старте вот эта стрелка, обещая счастье там, как цель, я понял, что для меня счастье не цель и не процесс. Хотя я и в достижении цели, и в процессе испытывал счастье. Так вот, на самом деле, оказалось, что счастье – это состояние, которое я переживаю в любой момент своего существования. Независимо от того, нахожусь я на старте, на финише, в процессе. Состояние, как внутреннее такое переживание, знаешь, такой ровности, такой ровность. Вот как озеро утром, когда солнце ещё только встаёт, и ветерочка нет, оно такое гладкое-гладкое, оно и аж блестит такое. Вот вообще не колышется ни капельки. Вот такое, вот такая ровность внутри. Вот это вот состояние, оно, знаешь, как базовое такое. И оно всегда присутствует. И оно никогда не меняется на самом деле. Вот это такое состояние радости. Не радости, вот радость – это уже волна пошла, да. А именно вот такой, знаешь, ровность такая, ну, умиротворённость. Покой. Покой может быть, да. Но вот ровный покой такой. И он есть всегда, как база. Ты на старте, у тебя есть это состояние. Ты идёшь, движешься, действия делаешь какие-то, идёт процесс, а эта база тоже есть. Ты приходишь на финиш, получаешь какой-то результат, достигаешь какой-то цели, и эта база тоже остаётся. А на неё накладываются какие-то дополнительные окраски, уже эмоциональные. Радость, восторг, там, огорчение. Это сейчас у меня складывается такая ассоциация, что счастье – это жизнь. Ну, видишь, ты опять переносишь на внешнее. Я хотел донести мысль, что счастье – это всё-таки не внешнее, да, не внешнее, а опирается на внешние какие-то составляющие. Это наше внутреннее состояние. А на него уже всё остальное нанизывается. И все внешние объекты счастья. Ой, бух, объекты жизни. Жизнь внешние, да. Ну, как жить сама. Жизнь как проявление через внешние объекты. Вот. И до тех пор, пока мы вот это вот не ощутим в себе, не осознаем вот эту базовую ровность внутри, мы будем постоянно увлекаться либо процессом, либо желанием достичь какую-то цель, да, либо какие-то действия, 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 чтобы были. Вот. Как только мы находим вот эту вот базу, на которую мы можем опереться, нам уже, ну, поиск заканчивается, и мы уже через вот это состояние ровности начинаем проживать процесс. И, в общем, и состояние счастья. То есть первичность. Счастье не надо искать, оно первичное уже есть. И процесс проживаем, и цели достигаем, но всё это идёт уже в этом состоянии. Да. И получается, что искать ничего не надо, потому что человек изначально уже счастлив. А всё остальное...